Вообще, наблюдать за этим процессом было довольно любопытно, потому как изначально весьма трагичная история неожиданно получила несколько комичное продолжение. Так, на самом первом судебном заседании 65-летний дядюшка подозреваемого внимания с незаконченным техническим образованием неожиданно объявил, что никому не доверит защиту племеша и возьмется за нее сам. Ну, как вы полагаете, будете его защищать, вы не имеете образования соответствующего? Извините, 65 лет я прожил же не зря, правильно? Я не знаю статьи, но статьи изучить недолго. Впрочем, обелить обвиняемого Рафика Сахаева вряд ли получилось бы даже у самого бывалого оратора и адвоката. Слишком уж свежи и красочны были воспоминания тех, кто в тот вечер играл в карты в беседке. Кто-то похлопал, я оборачиваюсь, судимый стоит. Смысл такой, я тебя предупреждал, что я тебя убью, сейчас я тебя тут убью. Я мой Рафик, угомонись, пьяный, иди домой, проспись. Врет, он врет, изменяет свои показания. Но вот обвинить во вранье Сашу Савельева язык вряд ли бы повернулся даже у темпераментного подрывника. Ему досталось больше всех остальных. После взрыва за жизнь подростка несколько часов сражались медики. У меня во рту полокровь, на шее полокровь. Чувствовал, что сейчас в воду присел на корточке. Через буквально 20 секунд упал в омрак. Последствия остались, конечно, вот в голосе. Шрамы, все это видно. Ну и зубы еще. Впрочем, Рафик Сахаев даже сегодня, в день приговора, вины в Садейном так и не признал. Уверял, что граната не его, ровно как и боеприпасы, которые следователи обнаружили у него дома. По его версии, граната вообще принадлежала одному из потерпевших, с которым у него произошел конфликт. Что касается патрона калибра 5,45, то он пояснил, что он вообще не принадлежит. И каким образом он оказался в его квартире и в его сейфе, ему неизвестно. За покушение на убийство общественно опасным способом и незаконное хранение боеприпасов гособвинения желало изолировать Сахаева от общества лет на 13. Но суд, видимо, принял во внимание и преклонный возраст пенсионера, ему 62, и положительные характеристики. Он всю жизнь проработал в Бургазе. Кроме того, подрывнику придется заплатить почти 200 тысяч пострадавшему Саше. Весь процесс теперь уже осужденный давал прессе понять, что считает дело против себя сфабрикованным. Хотя по существу так ничего и не сказал. Но обещал раскрыть все тайны именно региону, если только мы просочимся к нему в камеру. Екатерина Киселева, Дмитрий Примальчик. Наше время.